Харьков А мне как артисту и как художнику, который хочет в первую очередь быть самим собой, это очень важно. То есть они дают мне возможность уйти в себя, дают возможность открыться, дают возможность сесть жопой на пианино и, в общем-то, как бы... У-у-у! Молодец! Сами собой! Сами собой! Неиспробимы! Неиспробимы! У нас есть такая прикольная крыша, крыша бар четверги. Мы приезжали, было очень много людей, я боялся, что кто-то упадет с крыши, но, слава богу, никто не упал. Но это была акустика. И был концерт в квартире, в которой мы не играли пять лет. Это был концерт, который я назвал «Играю, что хочу». Я действительно вообще не готовился, там много импровизировал и, по сути, играл, что хотел. И сегодня, наконец-то, первый раз за год мы играем полноценный большой двухчасовой концерт, в котором будут премьеры, будут новые песни, будут новые видеоряды, лучшие из трех альбомов. И я очень этого ждал. Кто-то прыгает из окон, кто-то в девять на работу, кто на поход забрался в кокон и оттуда пьет все током. Мяу! Давай, скорее, свой фотик, я запрошу себе статус про фотика. Боже, не надо такие глупости петь. Мы записали «Ведьму» с группой «Урбан Джипси» в стиле цыганского джаза «Мнуш». Буквально недавно выложили видео, если вы еще не видели, посмотрите. Кто-то написал что-то типа «Какой еблан написал такой текст?» Вот, я хотел написать. Ну, я написал. Потом подумал, если всем отвечать, может, можно очень сильно устать. Ну, хорошая песня, она пишется вообще быстро очень. Как правило, ты ее пишешь быстро, а потом начинаешь кропотливо и долго какие-то заменять слова, потому что у меня уже есть опыт песен, когда ты не сделал этого, не выверил все там до слова, и потом тебе нужно годами ее петь. Вот. Ну, там, например, петь слово «Ягодицы» в песне «Простые вещи». Ну, это ужасно. Вот. Ну, а как пел живой классик роб-музыки Илья Логутенко, факсами, телефонами, я к тебе прорвусь, мне про «Монами». Так что мы здесь. Мы здесь. Это абсолютно. Я все сказал, что хотел. Начинаем играть. Первая песня выбрана не случайно. «Крис за поездом». Поехали. Поехали. С моей крышей, голос в моей голове, ангелам свыше, я расскажу тебе. Пи-пи-пи, у нас сегодня пи-пи, значит, пи-пи. Да, поезд сломался, более того, он не просто сломался, он сломался возле туалета в пятихатках. Там был перрон и был такой публичный туалет, пардон за подробности. И туда, в общем, все пятихатки ходили, было очень увлекательно. А мы ехали на автограф-сессию, нам нужно было успеть на автограф-сессию, был такой очень плотный график. Вот, и мы решили, может, возле туалета дать автограф-сессию? Я уже придумал целую концепцию. Человек там платит деньги, заходит в туалет, а там сижу я. Ну, прибыло у меня очень сильно это, потому что люди нам ничего не объявили. То есть, просто поезд остановился, и все такие, не знаю, что такое, что такое. Если бы нам сказали в тот момент, что мы будем стоять два часа, мы бы просто впрыгнули в какой-то другой транспорт и приехали. А так нам морочили голову, говорили, сейчас поедем, сейчас поедем, сейчас поедем, сейчас поедем. Мы, соответственно, нам морочили голову фэнам, сейчас приедем, сейчас приедем, сейчас приедем, сейчас приедем. Ну, все дождались, все прошло хорошо. Кто это за нас решает? Кто за нас решает? Кто решает, что в час спеть? Ты прополешь шину, установишь машину первую, что проезжала мимо. Перекресток и знакомый точка, пересечения, я не помню, придала ли ты значение. В прошлый раз какой был сюрприз? Я упал, упал со стула, клавиша упала. Надеюсь, таких сюрпризов не будет. Нет, сегодня главный сюрприз будет в том, что все-таки будут новые песни, и, например, среди них песня «Несправимый». Это песня, которую мы начали играть только в этом туре, она выйдет с клипом в начале ноября и будет заглавной песней нового очень крутого сериала с одноименным названием, который выйдет в конце ноября в Украине. И это такой боевичок, песня о Чепенце, о человеке, который не прислушивается к общественному мнению, не боится его и идет на пролом при любых обстоятельствах. На последний год мы все-таки занимались больше лирикой, и это очень круто, мне очень нравится все это. Но вот теперь будет один такой трек весной и более злой. И, наверное, Днепру повезло больше, чем два предыдущих города, Полтава и Харьков, потому что мы уже как следует сыгрались и уже звучим во всеоружии. «Я расскажу тебе о тех, кто выжил. Нас среди них нет. Оделся и выжил. Здравствуй, белый свет». Днепр находится очень близко к границе, которая сейчас так неоднозначна. Поэтому хочу сказать, что вы выполняете очень важную миссию и как город, и все защитники, которые из Днепра родом. Хочу пожелать вам ни гвоздя, ни жезла, здоровья, чтобы, цитируя песню «Родина», вы не нарывались на мины, и чтобы вся эта история закончилась. И мы пришли к какому-то спокойному, конструктивному и мирному благополучию, которого я лично очень хочу для себя и для своих детей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ